Тут у нас уже пики, кстати, начинаются. Да, у нас уже появились драфты, как раз такие. Банят Рубика и Ио. Интересные у нас баны первые. А почему Рубик? Почему? В начале мета этот герой был очень популярным. Его начали использовать как четверку мидера. То есть, да, и поэтому... Ну, четвертый, точнее, он был. Но, короче, суть в том, он действительно был... Его очень хорошо забафали, но сейчас он, как по мне, немножко выпал. Именно вот так вот его распикивать. Мало кто себе может позволить, только если у тебя прям нету какого-то спамера на этом герое. То есть, возможно, у Кэйпи как раз кто-то на Рубика много играет, и поэтому Вега решила его так забанить. Я, кстати, сейчас спамер Рубика. Так что можешь бояться. Только арканы нету. Попадешься в пабе, посмотрим. Я там не вспомнился в скриншотках. Там предлагает взять... Ну, вот клик предлагает взять Рубика, а там человек, который как раз-таки на саппорте играет, отвечает смысл. Бан Рубика часто еще может намекать на то, что враг хочет пикнуть Магнуса, которого, кстати, сейчас забанили. Ну, его забанили, да. Потому что против Магнуса всегда хороший ответ, это Рубик плюс один. Ну, Раста Рубик плюс Акс. Это идеальный ответ против Магнуса. На данный момент. Котла сами, кстати, забанили. Есть и другие герои сильные против Магнуса. Европейские тоже доты. Потому что два европейских коллектива между собой играют. Вот мне интересно, какие у них приоритеты между собой сейчас будут. Пока что мы видим, что Вега убирает именно саппортов. Оставляет в пуля, скажем так, максимально много имбового героя. Пока Тускар остался, остался Бисмастер. Остались из суппортов у нас... Бон Семь играет на Бисмастере, кстати. Сейчас посмотрим. Вообще идеально так, знаешь, драф строить, что Бон Семь, он очень любит хватать дурацких героев, слабых. Вот, допустим, Тинни он любит схватить, то есть Мирану, которая... Ну, он играет на них хорошо, но это не самый сильный герой третьей позиции. То есть желательно что-то такое ему впихнуть, чтобы он как бы играл, ничего не делал. Ну, Бисмастер, Бисмастер... Тут все так же работает. Как бы понимание не особо отличается у людей. Сразу ТБ. Это вот то, что я вам рассказывал, ответ. ТБ плюс обычный герой против Бисмастера, но в данном случае это Винга. Ну, прям сейчас я бы пикал в Веге керри. Сларка, либо Фантом Лансера. Это не обязательно. Веск показал, что сейчас можно пикнуть Апсида, и все будет хорошо с Баном Пуны. Да, ты прав. Против Тиро Блэда в целом сейчас, на самом деле я так уже сам прикину, потому что героев много. То есть на керри есть Сларк, есть Воид, но Воид тут хуже против Винги. Сларк, Морфлинг, ПЛ, то есть еще много героев действительно. Ну, для ПЛ пока что нет. Если брать Коров, то это либо Морф, либо ОД. Прямо сейчас. Ну, сейчас есть из таких какой-то Тускар, опять же, в пуле еще остался. Есть какой-то Грим Строк. Возможно, кого-то из этих героев захотят пикнуть в Вега. Тем более, что суппортов мало осталось. Они сами забанили у нас две четверки и одну пятерку забанили. Морфам все-таки сразу пикнул, видишь? Да, вот сразу и Морф поехал. Ну, это то, что я говорю, равнозначное по силе героя. Равнозначное. Да, они примерно одинаковые. Ну, в моем понимании, Морф все равно сильнее. Да, мы на Мажоре вот видели, как и у нас Морф против ТБ против Сайны. Даже часто могли увидеть, как команды Тер-1 уровня пикали и ТБ в Морфа. То есть, ну, тут зависит контроль. Если у тебя против Морфлинга есть какие-то герои по типу Леона четверки с Хиггсом, то ты можешь его не бояться. То есть, если у тебя нет такого контроля, либо герой, который быстрый Спирит Весел может собрать, то этот Морф будет проблемой. Ой, сами убирают Апсида. Ну да, Апсид против Морфа тоже хорош. Не, ну Апсид просто хороший герой. Я пока не вижу прям супер причины его убирать. Ну, ладно. Давай подумаем, чего не хватает. То есть, мы видим, что у Беги сейчас пикнуты два кора. В то время как у Кайпи может быть тоже два кора. Там непонятно, Винга кор или нет. Ну да, но может быть четверка, может быть тройка, может быть мид. У меня почему-то кажется, что это все-таки кор. Что прикольно, как бы флекситься очень сильно. И Бестмастера можно зафлексить на суппорта, и Морфа можно в мид зафлексить. То есть, пока что вообще непонятно, как они думают, что они хотят. Но, скорее всего, это... Да не, не ясно. Надо еще, как бы... Нужно еще получить информацию, то есть, взять по одному герою и посмотреть, что будет дальше. Ну да, сейчас посмотрим, что еще за баня. Там три карты. Флоп увидеть. Флоп-флоп? Это три. Да. Вот флоп надо посмотреть. Туда остается понятным. Убирает Зевс. Зевс – это просто герой против Тирелл Блейда. Неплохой смена, хотя сейчас он в этой мете... Выпал. Подвыпал? Да, подвыпал. Это не тот герой, которому вы соберете кучу талисманов, и начнете линию доминировать. Им сейчас в этом плане сложнее. Его ослабили, я еще точно не помню. А, кулдаун Нимбуса ему порезали. Раньше Сталан там, по-моему, меньше как бы становился. Ну, в общем... Может, это вообще Зевс... Зевса четверку, может, убирает. Я не знаю, играет. Я не знаю. Это все-таки европейцы, они могут себе позволить Зевсу четверку, если помнишь Team Secret и на тройку. Да, но в прошлом патче Зевса против ТБ часто банили. Сейчас его перестали банить. Потому что Зевс, Лина сейчас в этой мете стали гораздо хуже. Они подвыпали однозначно. Но против ТБ... Не, ну, может, они тогда Динкер, Динкер по такой логике забанят. Ну, по идее, нет. Ну, не, много игроков, да. Под Динкер, под Бейсмастер какой-то круто можешь заехать потом. Добрать его, если Землю забанили против Морфа. Тоже это хороший бан, по сути. Да, но можно понимать, что это если есть сильный игрок на Земле. Потому что если слабый, он ставит булыжник, ты его слышишь. Ну, с тени, включаешь перекачку. Вот. Вообще интересные баны. Очень много банов саппортов как раз-таки оставляют. У Веги достаточно странные баны именно первой стадии. Да, вот. То, что они так саппортов прям перебанили. Ну, возможно, они понимают, что Кайпи не смогут сыграть гибко по саппортам. Хотя я бы так не сказал, честно говоря. Ну, да. С другой стороны, во-первых, они могут с Кайпи немного играть тренировочных матчей. Мне вот интересно, потому что Кайпи сейчас должны банить стопроцентно Панду. Прям 100, иначе Терриор Блейд это будет очень тяжелая игра. Но Земле тоже не забанили. Тем более, Бон Семь. Ну, слушай, Панду против ТБ сейчас редко пикают и банят. Панда, в принципе, такой герой. В метео Чесенга можно увидеть ее больше даже как на саппорте, наверное, чем на тройке. Да, все равно нажим на свою кнопку диспела и до свидания. На моем опыте и бейсмастерам достаточно комфортно играть против ТБ. Если у тебя будет какой-то герой на четверке с Мэджиком, который его разбавит еще. Брали Панде. Слушай, ты в этом плане бы хорошо читал. Нет, я просто если на Панде играл бы, я бы тут выиграл бы. Вот и все. Оракл сразу. Я такое смелое заявление. Оракл это для того, чтобы, ну, судя по всему, вот то, что я вам говорил. Помните, Кайпи играет, скажем так, своего этого Кора, первой позиции. И тут, как бы, держите Рерблейда, дружище. Да, снять герой можно. Держи сейв один, сейв второй. Там этот Фаллспромис. В чем-то еще и третий, четвертый доберут. Сейчас мы тебе еще, не знаю, кто там еще, Огрмага. Ну, в принципе, да, такие два героя пока очень. Единственное, кто выписывается, это Бонс 7, типа, из вот этой вот истории. Сейчас увидим. Так, и Оракл, чем классный, это вот тот герой против Бестмастер, про который я говорил. То есть Вичдоктор или Оракл. Короче, для Морфа сейчас нужен спорт, который лайн засекюрит. Это какой-то ондайинг, возможность того, что осталось. Мало просто героев пули. Либо Бэйн. Бэйна я вообще не видел сто лет. Ну да, кто еще за тусик остался, кстати, в пуле. Я бы хотел героя с какой-то... Тускар, мне нравится. Да, вот с лайновым уклоуном и героя с ОЕшкой. То есть много спорта в бане, кстати, достаточно. Вот в этом плане я сейчас вижу либо тускар, либо ондайинг, но тусик сильнее. Однозначно тусик сильнее намного. Ну и кто же это будет? Это будет точно не петух? Нет, петух или грим тут не буду, но это тускар, я угадал. Тускар. В зале, конечно, никакие награды не дают за каждый угаданный пик. Это не петух. Я забыл свой мешок. Я тоже угадал, я сказал, что это будет несколько. Я подготовил, я подготовил для... Андрюха, считается, что если я сказал, что это не скаймах, значит, я тоже угадал. Только в пик, в пик. Так, и сейчас должна скрываться тройка у Кайпи. Герои, которые любят Бон Семи. Это Кини, Мирана. Против Морфа, кстати, я бы на их месте добрал какой-то... Блин, мне Акс нравится по игре. Не, Акс, Акс сгниет уже. Против Тусика сложно. Акс здесь плохой. Здесь нельзя брать его. Но против Морфа кого еще можно взять, дай вспомнить? Дума, наверное. Дума нормальная режим. Блин, я сейчас думаю... Дума мне сейчас не нравится, но ты спрашиваешь, кого против Морфа. То есть, Дум просто чем классно, это еще герой, который там уже Тиробейдуауры запровадит. У них нету сейчас пика против ТБ, ой, против Морфа. Нужен хороший контроль, именно контроль. И если они сейчас не доберут такого какого-то персонажа, будут проблемы. Кстати, это может быть еще Венга Аккорд третьей позиции. Да, Венга, сейчас мы поймем, на какой позиции она по игре уже будет. От пика, который сейчас будет. Хускар. То есть, пока типа это выглядит так, что это Венга у нас либо тройка, либо четверка. Больше, наверное, тройка. Но против Морфлинга пока что контроля откровенно вообще нет. Не нравится ни в пикапе, с той стороны, что опять же в нем ноль тимфайта. То есть, это классная синергия между Тирреблейдом и Хускаром и Ораклом, что героя смогут дать много. Но в плане ауешной магии все очень-очень плохо. Все герои бьют одну цель, одну цель сейвят. Кого в мид могут взять? Мне кажется, Лину какую-то могут взять. Она хороша все равно и против ТБ, и против Хусика. Хоть Лина, как ты говоришь, где-то подвыпала из меты. Она просто, короче, на ней стало сложнее играть. И вот не чувствуешь, что этого героя, то что он, знаешь, принесет тебе победу. То есть, вот какой-то ОД, да? Он, если при равной какой-то игре, это такой герой, который просто вот разваливает соло. Я знаю, вот это игра, которая выигрывает Бруда, кстати. Бруда, я тоже про него думал, что она выглядит, типа, хорошо. Тебе придется Хускар свапать, на другую какую-то лайн ставить. Все четыре герои не делают ей ничего, и это все герои. Мейдж на линии любил очень играть в прошлом патче. Почему-то, мне кажется, ему вот как раз эту Лину прямо сейчас могут пикнуть. Потому что не так на гопсы осталось мид. То есть, ОД у нас в бане. Ну, все. Андрей, я точно дам тебе шоколадку, которую я забыл взять. Ну, я подготовил. Я подготовил специальные подарки для наличия матча. Но тут, ребята, чтение. Чтение присутствует. Так, сейчас, что у нас осталось? Мы просто много раз видели, когда берут эту Лину против Хускара. Хускар идет на другую линию, и эта Лина потом по игре не делает ничего. Потому, ну, на мой взгляд, не тот герой, которому нужно пикать против Хускара. Она хороша, потому что она его бьет и с физики, и с мэджиком. То есть, Лина... Я смотрел в Эск, когда была вот эта Лина, и они четыре героя бьют этого Хускара и бить не могут на 30-й минуте. Ну, у Лины есть свои преимущества. То есть, она все равно, она может бёрстить. То есть, где-то есть ситуации, где ты... Ну, просто тут проблема в том, что есть Оракол. Ну, на деле, что есть Оракол. Кого она забёрстит тут? Ну, лучших героя я прямо сейчас не видел. Но только, кроме Бруды. Но он не сильный игрок на Бруде. Мэдж никогда на Бруде. И мы даже при Тюнике тоже, когда играли, мы эту Бруду не боимся. Хорошо, а у тебя ещё одного героя. Тимбер тоже бьёт. И Хускара, и Терреблейда просто в нули. Два спорта... На Лине, опять же, проблема есть. Ты ставишь его не в мид, не против Хускара. А Лине он стоит очень хорошо против этих всех героев. Бан Виверна очень хороший. Я про это думал, как раз, что нужно Веге. Мне Виверна нравилась на пятёрку. Брали Бэтрайдера. Брали Бэтрайдера, при том, что у них есть Оракол. Наверное, они понимают, что Оракол не успеет ни спасти ни Хускара, ни Терреблейда. Ну, просто забанили. Кого могут добрать? Ну, суппорт остался. А, стоп, они из Бэтрайдера, что враг не взял Бэтрайдера. Стоп, что... Мне кажется, что Биста ставят тройкой. Мне он здесь как тройка нравится. То есть нужно добрать кого-то либо к Марфу на линию, либо к Бисту. Кто это может быть? Какой-то сильный суппорт, который ещё остался в пуле. Который может быть классной по игре. Сейчас, скажем так, берёт Вега, и Вега остался. То есть мидер есть. Ну да, это какой-то Бэйн. Он всё равно из такого, блин, Гримстрок. Вот реально, если бы не Оракл, то мне Гримстрок нравится. Две лагуны. Аппарат. О, кстати, классное решение. Подзабыли вообще про него. Тут как раз таки да. И против ТБ, то, что он не сможет, получается, свапнуться правильно. И как бы Хусик Оракл такое, на самом деле, интересное решение. Единственное, как с лайнингом получится у аппарата. Мне кажется, что он всё-таки сейчас не очень... Очень много на Оракле здесь завязано. В том плане, что он тут как бы от всего сейвит, на самом деле. Но его одного не хватит, скорее всего. Он сейвит и Тирблейда, и Хускара, и сейвит против аппарата, и против Бестмастера, и против Лины. Тут если как бы Оракл на Оракле играет бог какой-то, то он тут очень много сделает. Оракл здесь может сделать многое, я с тобой согласен. То есть здесь классные планы подсейва, да, и Хусика, и ТБ. Вот сейчас им нужен тимфайт. Вот сейчас герой должен, который появляться, который запровадит тимфайт. Мне очень нравится всё равно. Это Фурион. Это не тот герой, который проводит тимфайт. Короче, они просто решили... А у них чисто максимально темповый пик. Вот они, если в минуте какой-то, знаешь, 22-25 против Морфа этого не закончат, они проиграют. Да, вот пик чисто рассчитан на лайнинах. Да, лайнин, забрать Рошана, пойти с этим Ораклом, Вингой, Хускаром, Фурионом. Просто ауры Фуриона какие-то возьмёт, пойти задавить. Ну и что ж, кому вы отдаёте предпочтение? Немного Аллыну, скажем так, или более... А тут вилка, тут вилка. Тут где-то до 23-й минуты, мне кажется, если Кайпи не выиграют, они... Ну, вернее, не так. Если у Кайпи не будет до 23-й минуты преимущество, тысяч там 8-10, то они не победят. Ну и, конечно же, давайте глянем коэффициенты как раз, Андрюх, твои слова. Ну, давай сейчас посмотрим коэффициент. Так, на Вегу один... Ну, тут, в принципе, очевидно, что Вегу всё-таки команда сильнее считается, но я бы на Вегу всё равно ставил, наверное, потому что пик у них хороший, они не на таймере, в отличие от своих врагов в лайнинг. Я бы не сказал, что у них прям какой-то такой провальный. И я верю в то, что бисморфлинг здесь как бы победят. Это то, что я говорил ещё про бон седьмого. То есть, если нужен конкретный герой, я дал его в описании, а мы, типа, видим какого-то Фуриона, или там Мирана какая-то появится, или там Тинни появится с Худом, кстати. Да, то, чем действительно он любит играть, друзья. Ну, а вы не забывайте, что специально к нашему турниру наш партнёр ES.bet подготовил страховку для всех ставок на виплей Winter Madness. Ссылка находится прямо под стримом, регистрируйтесь тоже прямо сейчас. А мы передаём слово комментаторам, это Друг и Фоливер. Что ж, спасибо, парни, это было здорово. Мы услышали ваше мнение, но теперь самое время насладиться очередной игрой в рамках замечательного турнира. Что думаешь, Дмитрий? Думаю, что да, надо насладиться очередной игрой в рамках этого турнира. Я прослушал вопрос, я кривлялся на камеру. Там нисколько был вопрос, сколько был такой шутливый приветствия. Приветствия. Привет. Я думаю, что у VEGA шансы гораздо выше, если всё это в продуктивное русло перевести. VEGA, как сказали наши аналитики, команда на фоне коллектива Kaipi с небольшим опытом. Этот очередной стак Boon7, очередной, потому что уже столько коллективов, изменилось у данного исполнителя. Он не обладает тем игровым опытом, который совместно есть у коллектива VEGA. И плюс VEGA как бы владеет моим сердечком, так или иначе. Даже при том, что исполнители из других регионов, это не СНГ составчик. Но тут есть греки, которые мне всю жизнь импонировали. Греки, которые знаменовали проход мечты, то, что OG показали на этом интернешнлере. С греческого коллектива от финнам это всё стартовало. Что команда, в которую никто не верит, которая с хрустом пробирается на основной этап лана, может каких-то высот серьёзных достичь. Поэтому всё ещё верю, всё ещё жду камбэка от Мадары и его партнёров по команде. Всех, всей пятёрки золотой греческой. Я тоже жду, когда это произойдёт. Знаешь, я уже долго жду, но я оптимист по жизни, поэтому я готов ждать ещё. Надеюсь, мы с тобой доживём до этого момента. Да, я надеюсь, что у меня ещё не будет много детей и вообще семьи. И вообще к чему это всё? Я не знаю, это тут что-то личное. Не знаю. Ну, видимо, у меня уже сега просто что-то личное. Поверь, я пережил не один состав и болел не за один состав. И честно, вот хотелось бы, чтобы всё-таки организация нашла тех игроков, которые с такой вот отдачей подошли к вопросу. И, ну, показывали всё, на что они способны, отлично отыгрывали квалификации, выступали на турнирах, прокладывали себе дорогу и, возможно, какой-то вот... Опять же, оставить след организации. А болеть ты начал не с ESL-а нью-йоркского, с Пашей? Нет, я ещё долго смотрел на самом деле, но я к тому, что я уже пережил не один состав на самом деле очень долго. Ну, значит, ты ещё не один переживёшь. Всё будет ок. Всё, решили. С детьми, с семьёй ты не парься сильно. Это не настолько спонтанная вещь. Я думаю, всё у тебя будет под контролем. Окей, давайте по игре теперь. Вега-сквадрон. По своим Лине. Мейдж стоит в центре на Лине, стоит против Хусика. В общем-то, удобный матч-ап для Лины. Очень многие аналитики, понимая, что Хусик будет соло-мид стоять, пророчат Лину. Как это будет на практике? Потому что, ну, очень такой редкий случай, когда реально Лины пытаются закрыть Хусика. Как это будет на практике, вы сейчас увидите. Но в целом Лина, во-первых, имеет прокаст и с уровнем будет иметь бёрст дэмэдж, что неприятно переносится к Хускарам, безусловно. Во-вторых, имеет хороший рейндж атаки, что не позволяет Хускару подходить к тебе копьями, харасить постоянно. Да и сама Лина всё время харасит. Хусик на старте не обладает какими-то суперспособностями к выживаемости. Ну, а дальше, опять же, когда у него будет выше пассивка, у Лины в это время уже будет Лайт Стрекер и выше уровнем, и Драгон Слейв выше уровнем. И с появлением Лагуна Блейда Хускару бы куда-то переместиться. Ну, желательно не в Таверну. Да, ну, знаешь, сейчас всё же такая вот мета с Брейсером, не в рейсбендамбе. В данном случае Брейсер очень неплохо фитует с Хускаром, который на нём увеличит его ХП-пол, какой-никакой там резист ему дают. И всё равно подобные противостояния, вот, казалось бы, небольшой ХП-пол у Хускара, но, возможно, этого всё равно будет хватать, чтобы пережить Лагуну, а дальше где-то каких-то пару ударов сделать или просто в рейнже задизармить Лину, не позволить ей нажать ничего и, в конце концов, разобраться. У Хусика, я немного небольшое уточнение, у Хусика ведь специфика такова, что он на фулл ХП и не стоит. Ему всё время выгодно, чтобы у него ХП было меньше половины. Поэтому его эта пятисотка, мне кажется, Лину должна устраивать, которую он стабильно держит. И то, что для кого-то фулл ХП, а для Хусика это половина ХП, но Лина таких всё равно щёлкает. Поэтому тут опасная игра, значит, двоякая ситуация. Потому что Хускар на фулл ХП без атак спида, ну, такая сомнительная фигура на линии. Ну, даже сейчас стоит и просто на серединке держит ХП, непонятно, не Регин, есть ничего, просто идёт копьями наваливает Мейджу по спине. Ну, посмотрим, на исполнение тоже много зависит. Бон Севен погибает, это первая кровь. Бон Севен, Олд, невероятный. Вспоминаются твои слова, которые в кадр, к сожалению, не попали. О том, что ты давно не видел успешного Нейчерс Профита, который просто залетает на эту карту и начинает вывозить миллионы золотых. Я даже сказал, просто выигрывает линию. Не обязательно даже выигрывает. Просто хотя бы не проиграет линию. Не, ну, разные просто бывают исполнительные. Также ты говорил ранее, что есть те, кто, как бы, опыта много имеют и в целом стараются показывать максимально такой вот замечательный результат. Правда, сейчас попытка напасть на Кезу через форму и, конечно же, помощь от Урако. Их хватает здесь урона, чтобы разобраться с Кезу. И это первый фраг для команды Кайпи. Да, в защиту Нейчерс Профита скажу, что Крипстат у него шикарный. Он топ-2 в своей команде и топ-2 вообще на карте. Поэтому Бон Севен, если за него сильно крепко браться не будут и повторных убийств не будет по Бон Севену, то, по идее, с линии свои артефакты вывести должен. Интересно, через что пойдет данный Нейчерс Профит. Я так понимаю, тоже, да, через нулики на старте, нулики Фейсбутс. А потом мы увидим либо барабаны, либо, наоборот, в атаку выход резвый. Ну, пока без нул-талисманов. Деньги на них есть, но не несет. Решил Мэджик Стик приобрести и Мэджик Бонд в итоге. Мэджик Стик он бы мог и в боковой лавке купить. Видимо, просто с базы себе Мэджик Вон принесет уже готовый. Так, ну, где-то топ-линия, да, удается опять убить Бон Севена. Фраг Мадара получает, естественно, кэри. Ну, вот я в таких ситуациях всегда очень рад, когда получается. Обычно остается в мейн-кэри фраг. Не знаю, был ли здесь такой вот момент с дилеммой, которая возникла у ребят из Веги. Кстати, вот немножечко вернемся к аппарату, да, который появился здесь. Который должен мешать, нацелен на то, чтобы мешать Террор Блейду и Хускару. И вот, как считаешь, сыграет ли это роль свою? Потому что это вроде саппорт аппарат, да, от него отдачи немного. И как долго он еще будет свой шестой получать. Естественно, нужен меткий глаз, попасть вот по области, в которой герои находиться будут. Ну, может быть, он пулять, конечно, будет с фонтана. Ну, как обычно, мы таких, этого героя наблюдали часто, когда был популярен алхимик. Герой этот закрывал алхимика с его огромным регеном ХП. И аппарат уже третий с половиной имеет. На самом деле все роскошно получилось. Они ведь на этой линии делали фраги, Триплой с Тускаром стояли, делали убийство. Аппараты, вспомним, они как играют? Они покупают тапок, и в идеале они собирают себе медас, и потом из него варят аганим в дальнейшем, находясь, по сути, АФК, абсолютно АФК. Им просто надо было выдать ультимейт грамотный. Чем дальше ты стоишь, тем больше вероятность того, что ты этим ультом попадешь. Поэтому, я думаю, тут по игре он стрельнет. И такое простое решение, на поверхности оно, но редкие команды к нему прибегают. Поэтому аппарат, который закрывает ТБ и закрывает Хускара, решение крутое. Ну, если вы пикаете этого героя, очевидно, вы пробовали и наигрывали его. Зная, опять же, что Хускар сейчас в мете, и многие команды за него борются, надо иметь в своем коллективе исполнителя на аппарате. Поэтому мне очень нравится выбор этого героя. Прям сверхнравится. Да, на центре. Но смейджи пытаются попробовать забрать Бон Севен. Своими спрутами дать возможность подъехать сюда Хускару и, соответственно, совершить убийство. Четыре героя оказываются на центральной линии. Как-то очень дерзко все это происходило. Но, окей, вернемся к обратному моменту. Извини, перебью тебя, посмотри, сколько заработали. В четвером стянулись и 169 копеечек для Хускара. Наверное, оно того стоило, но очень относительно. Ну, во-первых, это типа дух команды. Все делаем сообща. Ну да, это да. Да, но вот по поводу аппарата у меня все же сомнения есть. Вон здесь пятерка, скорее всего, его будут насильно заставлять покупать весь Вижн. Или он сам просто настолько дужка, что будет этим заниматься даже без каких-либо склонений. Так, нижняя линия ситуация интересная. Тускар Сноуболм успевает разобраться с Ораком. Правда, рефлекшн получает. И будет ли здесь жить? Да, Стики помогает ему сейчас выиграть немного времени до перетяжки от Кезу. И вынужден давать заднюю Террор Блэйд. Что ж, здорово получилось. Плюс ястреб и Сид в воздухе. Область видна. Нет у нас никаких опасений на тему того, что какие-то другие герои могут вмешаться в это противостояние. Ну и вот сейчас опять меня пугает немножечко ситуация на топе. У Мадара явно меньше проблем. Плюс, как ты говорил ранее, и я говорил ранее, тоже два фрага здесь были сделаны на Нейчерс Профити. Может быть, стоит немного больше внимания линии этой уделить? Ну, вроде как второго героя сюда опять перетягивает. Нейчерс Профит придет. Это время, которое Нейчерс Профит фармил лес. Пока Винга стояла, получала опыт. Сильно крепится она не может с Марфом. Вот его крутой удар с руки. Конечно, по ластхиту ты его никак не обыграешь. Особенно с твоим уровнем. Люфт ушел. Люфт ушел делать фраг в центре. Пытаться. Но рядом есть Пексу. Мейджа просто так не отдать. И неподалеку еще и Тускар. Драки с Тускаром, они всегда с вероятностью камбэкнуть в файт. То есть ты реально можешь изменить все одним качественным сноуболом. Вот поэтому под Тусиком едва ли хотят драться Каипи. Ну и они не знают информации. Они не знают. Только сейчас увидели Тускара. До этого информации не имели, где он находится. Решили не выходить. Пексу получает сильно от Оракла. Идет, идет аппарат. Идет драться вместе с Кезу. Дальше за флэшем. Замедление от Кабанов. Хороший Мадара прилетает. Получился минус Оракла. И минус Террорблейд. Все. Вот она перетяжка. Вот он дух команды. В пятером в одну единственную точку. Сместились. И здесь устроили какой-то полнейший разнос для игроков Каипи. Мне даже на секунду хочется пояснить, что подъехал Мадара. Морфлинг сделал ТП. Потому что взял облик нынче с профит. Я чисто для себя это объясняю. Потому что я сначала такой вуд. Я точно так же, да. Я думаю, потом соображу, кто за кого играет. Чтобы понять, у кого мог ли морф украсть форму. Я в какой-то момент мне показал, что он с нынче профитом в одной команде. Ну подожди, алло, как ты это делаешь так рано. Ну да. Да, это телепорт в любую точку карты. Это круто. Лучше на ранних минутах подобное увидеть. И дальше это все воспринимать как норму. Вполне вот обыденное действие. Потому что после это могло бы вызывать вопросы. Пока у нас, скажем так, ротации от одной и другой команды. Они не хотят сталкиваться пока что друг с другом. При этом Террорблейд и платформы Нейч Спрофит справляются с Т1 на топе. Глиф был потрачен. Пара секунд ничего толком не дадут. Никто эту вышку оборонять не будет. Про нее мы забудем. Но и снизу Кезу тоже с крипами справляется с вышкой. Есть у нее поддержка в виде аппарата и Тускара. Там тоже никто не осмелится появляться. И вот два Тавра синхронно примерно сейчас на карте будут снесены. Что касательно крипстата, то Хускар Терорблейд. И в целом Кайпи чувствует себя здесь неплохо. На секундочку у нас появились Нитворсона. Я не успел их зафиксировать. Воочий вот они сейчас. Ну здесь правда видим, что и морфлинг присутствует в верхних строках. И в целом пока можно отметить небольшое отставание Лины от Хускара. Но то есть чего-то такого значимого здесь нет. Игра пока ровная. Очень 10 минут. Фраги делали на Лине. Это не могло не сказаться. Собственно Лина и отстает на эти 300 монет, которые вот этим индивидуальным фрагом Хусика по Лине и были выиграны. Поэтому действительно на равных. Вега-сквадрон с Кайпи отстояли центр. Ну вышки там тоже стоят в подтверждении всего этого. Пропушили Тайдин Тавр с одной и с другой стороны коллективы на своей сложной линии. И все. И просто умерили пыл. Пошли в лес фармить. Террор Блейд может это делать. Может делать это легко. Вообще любой агильщик к этой минуте позволяет себе идти фармить лес. Террор Блейд и раньше это мог делать. А Террор Блейд с нынешними рейсбендами и ПТшкой может это делать с закрытыми глазами. Поэтому пока позволяет это делать. Мадара выходит на линию. Пачку крипов заберет. Я думаю есть вероятность того, что попробуют даже подпушиться следующей пачкой. Все-таки рядом есть Тускар. Рядом есть Бестмастер с кабанами. Можно идти попробовать толкать вышку. Тем более под катапульту. Поэтому Мадара не просто так здесь проталкивает линию. Опять же понимаю, что его просто так забрать не смогут. С Шрайна никто телепорт не сделает так, чтобы Мадара этого не увидела. Они поставили предварительно обсерфард под нижним Шрайном. Я думаю вы видите его на своей карте. И Мадара чувствует себя в полной безопасности. Да, тут опять что-то синхронное происходит. Морф забирает Т2 фактически в одиночку. При этом на топе игроки Кайпи тоже планируют забрать Т2 Тавр. Так, Мадара у нас пытается в облике Оракла его зацепить. Задержать. Сделать фраг. Месть с Ускаром получая через Варллз Панч. Забрать себе фраг. Как я понимаю, Мэминекс Таймон. Но на топе уже упала Т2. Ускара ультимейт был где-то потрачен. И судя по звуку, также был сделан фраг игроками Кайпи. Но сейчас мы наблюдаем некий синематик интро, в котором затруднительно сказать, кто же был убит. Мадара, конечно, хорош на Морфием. Видно, что обладает этими умениями использовать вражеские способности против них же. Чего стоил этот Нейча с Профит. Ну, это легко, да. Нейча с Профит превратился, сделал ТПшку, организовал файт. Но вот с Ораклом весьма показательно. Он форчинзендом снял с него, опять же, возможность подсейвить себя. Флэш пытался там уйти под своими заклинаниями. Превратился, задиспелил все это дело. И разобрали на пару с Тускаром Оракла. Поэтому, по-моему, маг, да, сказал, что там, возможно, Боженька играет на Оракле. Возможно, у Века Сквадрон на Морфе играет Боженька, который играет как Боженька на Оракле. Так, сейчас интересная ситуация. Мейдж под руну Инвиз нападает на Тюрбэд, эту лагуну. И хватает ресурсов в целом рона, чтобы разобраться в одиночку с этим неприятным персонажем. Сделать фраг? Руну реализовал. Причем забавно, что с помощью этой руны Инвиза он еще с нижней линии как раз успел уйти. Был Сентрик поставлен, но уже было поздно, не было возможности ей зацепить персонажа. Только что так же краешком глаза у нас появились коэффициенты. В целом, все по-прежнему, да, вот в поддержку Веги. Даже более усугубляет ситуация для фанатов Кайпи наверняка. Ну что ж, опять же, пока все неплохо, но мне кажется, что рановато делать выводы. И сейчас вот называть команду, которая, ну, с большей вероятностью заберет победу в этой карте. Разбирают на Рошана вместе с Цускаром. Это комфортно стало делать в патче 7.20. Тэг-тим врубили. Мы видим, да, он промакшен на шестом уровне третьего уровня уже. Тэг-тим. И Рошану хорошенько достается, быстро с ним справляются. Ну, куски отлетают от Рошана. Да, ну, это опять дефолт. Бесмастер купил Владимир, есть его аура, а медаль появилась плюс у Кезу. В итоге зашли без особых проблем, смогли забрать. После этого дали выполнять свои объективы на карте. Правда, вот сейчас мы видим центральную линию, нижнюю линию. Что там еще интересно? Т2 вышки могут являться целью. На топе есть еще Т1. И на топе ошивается аппарат. Как бы сейчас он не подставился, не умер. Ну, хотя за его потерю переживать не стоит особо. Я думаю, он привык уже к таким вот стычкам. Ну, аппарат свой получил. Аппарат получил шестой уровень. Поэтому можно заниматься чем аппаратской душе угодно. Идет немножко лес там, подфармливает. Где-то может подстакать своим тиммейтам. Но в целом по игре он уже минимум, программу минимум выполнил. 14-я минута, не самый быстрый, но шестой уровень есть. Все, короче говоря, ок для него. Теперь ждать, пока накапает на Мидас. А потом ждать, пока с Мидаса накапает на Аганим. Ты знаешь, в какой-то степени, прошу прощения, что перебил, меня расстроило немного то, что Ястреб здесь висел. В курсе были в Вега о том, какой огромный пак крипов ждет, вероятно, Террор Блейда. И не захотели вмешиваться сюда, вот как-то попытаться помешать, может быть, их отвоевать. Учитывая, что аппарат был на топе, я надеюсь, что шестой уровень у него уже к этому моменту был. Но опять же, я не уверен. А, нет, конечно же, был. То есть смог бы сюда закинуть свой ультимейт, и команда могла бы, тем более, с Эгисом неплохо подраться. Ну, а так, видим, что... Ну, не решились. Под Шрайном вражеским решили не драться. Тут и Лина до этого приходила, она тоже это дело видела. Лина как раз проходила мимо большой... Там двойная или тройная пачка крипов уже на тот момент была. Просто решили не драться. Шрайн, во-первых, наполнен. Во-вторых, туда в любой момент можно байбэкнуться, сделать ТП, если саппорта быстро даже минус нёте. Просто решили не отдавать свое потенциальное преимущество. Пока все под контролем, коры хорошо фармят, морф достаточно богат. Команда Вега себя должны уютненько чувствовать. Я вижу на Хускара. По идее, планируется выход. Так и есть. Хусик пробежался по вардам, ушел с центральной линии. Знают, где потенциально он может быть. Он еще и под Ястребом прошелся вместе с Венши Фулл Спирит. Но они уходят. Они уходят, и... Хорошо, что для них сложилось. Что, во-первых, не разделились, а во-вторых, максимально далеко ушли от этого ганга Веги. И, по-моему, Смоук в пустоту. Да, похоже на то. Потрачено время, потрачен Смоук. Сделать ничего не смогли Вега-Сквадрон. Да, видел Лину, только что ее уготово появляется. До сих пор висит эта медалька Бестмессер, которая меня немного даже пугает. Видимо, на ней мышка застыла. В общем, 2000 золота, которые имелись у Веги, это как раз благодаря убийству Рошана. Где-то просто вычистили лес противника, но видим, что это длилось недолго, и сейчас все может упасть до нуля. Хотя, приближаются кайпи к хайграунду Веги, в то время как здесь падает Т2. Вега у нас ретируется обратно домой. Естественно, об этом кайпи в курсе. Дальше идти не будут. Разойдутся. Будут продолжать фармить. Где конфликты между командами? Их нет? Нет. У нас есть Террор Блейд. Мы играем в долгую игру. А вторые говорят, у нас есть Морф. Мы играем в долгую игру. До мидгейма одна и вторая команда может реально не драться. Понимая, что ваши герои на хорошем уровне мейдж, в это время делает фраг на Нейчерс Профити. И они это сделали, насколько я понимаю, у себя в лесу. Да, так и есть. Я долго видел этого Фуриона, который безнаказанно фармит вражеский лес. Реально, вот эта оранжевая иконка была во вражеском верхнем лесу. Фурион фармил, фармил, фармил. Это когда-то должно было закончиться. Там еще и поставили обсерв вард, поэтому в следующий раз такие перемещения будут видеть. И снова-таки наказывать Бон Севена. И вот он Нейчерс Профит, который не идет ни в какое сравнение с фурионами, которые очень часто борются за топ-1 Нетворса. Это шестая позиция на карте. Это герой, который собирает утилити артефакты. Вот тебе, пожалуйста, барабаны, форстаф. Даже не столько для себя, сколько где-то подсейвить Террор Блейда или Хусика. Вытолкнуть, если его поймают. Вероятности, правда, высока. Это не тот фурион, который фармит. Не тот фурион, который там с молниями, с Шадоу Блейдом, Дезолятором идет пышки сносить. Хускара поймали. Есть ультимейт аппарата. Но не будем забывать, что это не просто Хускар. Это Хускар плюс Оракл. Давняя комбинация. Морф на лоу ХП вкатывается. Делает минус по Террор Блейду. Мадара отцепляет. Мадара перекачивается в силу. Мадара еще есть Аегис. Не стоит об этом забывать. Он пока тянет время. Команда должна подтягиваться, попытаться помочь греческому исполнителю. Но команды рядом нет. Но тучи просто сгущаются. Просто соперник со всех сторон. Мадара докатывается до хайграунда. В это время Мэби Некст Тайм забирает флэша. Мадара уже рядом с командой. Все, теперь можно драться. Праймл Руар по Бон Севену. Тот отправляется в таверну. Независимо от свапа. Люф тоже, скорее всего, отправится в таверну. Есть оглушение от Винги. И единственный игрок, это Хускар, безнаказанным уходит из драки. Аегис в размен на четверых героев. Ну, плюс Лину потеряли. Но в целом драка для Вега Сквадрон получилась шикарной. И то, что Морф сделал фраг на Террор Блейде. И просто обратите внимание на золото, на дэмэдж, который внес Морф. Ну, золото, которое он вынес, и дэмэдж, который он внес в данной драке. Кайф? Да, это был кайф. Плюс Байбэк Оракол потратил. Думаю, ты об этом уже сказал. Я неловко повторюсь. Что интересно, даже показалось, что Бон Севен с прутами своими в какой-то момент подсейвил Морфа. То есть не дав его бить своей команде, отрезав на полпути. То есть, правда, Морф продел очень много работы. Или, скорее, это ошибка стороны Кайпи. Они очень много внимания привлекли. И не совсем той цели. Да, здесь у нас был Смук. Сейчас Кайпи могут попробовать подраться, получится или нет. У нас игроки Веги друг от друга довольно далеко находятся. И это что-то вроде погони, но бесцельной. Точнее, цель, конечно же, есть. Поймать пару героев, убить, но этого сделать не получается попросту. Ну, тут понятно, потому что Террор Блейд ничего толком не должен был потратить. Там он умер очень быстро. И сейчас были, судя по всему, во всем готовы к Кайпи устроить еще одно сражение. Но этого не вышло. Плюс вот, что касательно Nature's Profit, а почему-то я сперва еще думал, что будет какой-то такой формат с утилити-артефактами, с подсейвом, с помощью своим тиммейтам. Может быть, даже Лотус эдакий появился бы, учитывая Биста, Линус, там, точными способностями, Морфа, все того же. Возможно, это бы тоже пригодилось. Но пока я вижу, кстати, после окончания Форстафа Бон Севан ударится в Хекс. Это тоже вариант, да, где можно врасплох заставить Морфа, поймать его, убить Лину, поймать, убить, не дать использовать Юл. То есть выиграть немного времени. Ну, и вообще, если вспомнить прошлую драку, сценарий-то был крутой. Были рядом игроки Веги совместно с аппаратом, дали. Ультно Оракл тоже был рядом со своим коллегой и дал возможность Хускару эту драку протянуть на столь долгий срок. Но все равно, возможно, этим кайпи остались недовольны. А Бон Севан, который хочет купить Хекс, выглядит слегка так наивненько это. Потому как особо фармить Фуриону не получается. У него еще не дособран Форстаф. И Хекс один из самых дорогостоящих артефактов в доте, в принципе. Раньше для Фуры это не было проблемой. Но это был Фура, который всегда сплитпушил. С молниями быстро толкал пачки, уходил в лесок, подфармливал его. А тут у тебя два персонажа на карте, по типу Хускар и Террорблейд, которые также нуждаются в фарме. И ты не можешь на халявку пойти забрать пачку, которая по Т2 у вас. Потому что туда должен, скорее всего, смещаться кто-то из коровых персонажей. И я не очень понимаю, к какой минуте Бон Севан рассчитывает приобрести Хекс. Настолько жирный и дорогостоящий артефакт. Люфт лопается. Элементарно Мадара через Этериал. Причем он даже вейформ не потратил, да? Да, он не потратил вейформ. Он просто выдал Этериал, выдал адаптив страйк, Люфт умер. Сильно ли дешево падают герои? Так, с Хускаром сражение. Фолспромис Оракова. Лина немного времени выигрывает. Ему потягивается бис, дает рор, закрывает мастер Майнда. Лина под себя станет, пытается отсюда спастись. Кажется, даже шансы будут. Дальше спруты, но Хускара теряют Вега Сквадрон. Мадара в спину у нас зашел. Не могу наверняка оценить, что сделать успел. Правда, опять Хускара прыжок. Решается дизаром. Но ультимейт аппарата помогает. Мадара забирает в итоге. Ага, вот так вот даже. Силы тьмы. Хускара. Каждый получает по три сотки фактически. Это, возможно, не конец. Лина светит положение Бон Севена. Рядом Мадара можно вот как раз наичь с Профитом Золио забрать. Адаптив страйк. Стан Лины удачен. Драгон Сойевым враг забирает себе мейдж. Ну что ж, следующей у нас целью является тюрбой. Слаб от Винги. Да, это ее задача садить в таких ситуациях своих тиммейтов. Но даблкил для мейджа. На линии еще и третьим фрагом забирает флеша на Оракле. И суммарно четыре фрага достаются веги-сквадрон. Топаем по низу. Вместе с крипами, если они где-то неподалеку. И пытаемся дойти до ХГ. Хотя времени, честно признаюсь, маловато. Единственный плюс в том, что Оракл после байбека. Поэтому где-то ближе к минуте не будет. Точнее, около минуты. Остальные герои все-таки скоро появятся. Да и байбеки тоже фигурируют на Хускаре нич с профи. Но в них нет необходимости. Не получается. Просто как ты смотришь, не получается драться. Бон Севен глобально не вносит урона в драки никакой. У него что там? У него барабаны и пара каких-то дешевых артефактов. Какого-то дополнительного контроля он не выдает. Хекса пока нет. Дэмэджа не выдает, потому что артефактов на урон нет. И у вас так получается, что... Кстати, да. Вот Вера в Каипе все больше и больше. Все меньше и меньше. Точнее, у ЕС Бет. Так что не забывайте, да. Да, я даже готов себя поймать на мысли, что они точно такими же были и в прежний раз. То есть пока High Ground Cell, пока такие вот герои в наличии есть, вроде как коры, на которых все еще можно рассчитывать, думаю, опускать руки Каипе точно не станут. Ну и хотелось бы, чтобы после каждой подобной драки, где все прошло либо не по их сценарию, либо просто неудачно, они сразу вот на лету делали выводы, чего делать не стоит, где может быть что-то изменить. И впрочем, мы вот уже неоднократно говорили про Ночи с Профита. Но вот ведь вот эти смерти, которые происходили на протяжении всей игры и в начале на линии, вот это все взаимосвязано. То есть именно поэтому он является столь боссом, голым, и не может сейчас соперничать, возможно, даже своим оппонентом в лице Бистмастера, у которого он и творц повыше, и где-то пользы явно Кезу вносит побольше. Да даже своим банальным вот этим ястребом. Хотя, казалось бы, есть пеньки, разводи их по карте, где-то просто давай вижн. То есть какие-то точки интереса можно контролить. Ну, тяжело было на старте стоять. Вот он своих 17-18 крипов добил, а потом две смерти, а потом еще одна смерть, когда он пришел и приходилось в лес уходить. У него, против него стояла кошмарная линия. Ее просто врагу не пожелаешь, эту линию. Во-первых, там был морф, во-вторых, там был аппарат, и в-третьих, там был тусик. Если вы втроем под третьей способностью, под способностью тег-тим идете бить героя, я сейчас в доте не представляю персонажа, который переживает эту вещь. Ну, просто я не могу вообразить. Даже самый жирный герой, скорее всего, рассыпется. Это ультра опасный герой на старте. Именно поэтому за Тускара все борются. Очень часто он отлетает в первой стадии банов. Или забирают Тускара. С него могут открывать драфты. Это такой убер-полезный, убер-полезная четверка. Поэтому линию сделали кошмарную для Nature's Profit. Одной вингой там не справишься. Винга подойдет дать стан, он не на самом большом расстоянии дается. И тоже ее закрывают шардами. Также под тег-тим ударов еще хватит забрать ее. Вот Nature's Profit пожинает плоды. Но это классический, классический Nature's Profit для Bon7. Не в смысле в таком исполнении, да, что он там бомжа исполняет, а в том значении, что Bon7 очень много сыграл на этом персонаже. Но вот современная мета, современные тенденции вряд ли нравятся Bon7. Я помню богатых Nature's Profit от него. А это такой комбикорм ходячий для любого героя. Да, ко всему прочему, у нас уже есть Рошан, которого планируют сейчас или прямо сейчас забирают вега. И это не должно составить для них труда. Четыре героя находятся там. Не хватает нас кого? Дускара. Дускара, который где-то рядом находится. Правда, информация кайпит очень о том, что что-то здесь не так. Но Рошан Паун, второй Эггис, сыр. Эггис достается Морфлингу. Сыр забирает, кажется, Лина. И давайте, парни, под смоком искать, кого бы нам сейчас забрать. На топе, кажется, где-то кто-то видел Вингу. До этого был фраг на Оракли, сделан Тускаром. Но, опять же, крипы немного далековато от Лини находятся, поэтому чуть-чуть времени придется потратить на это. Правда, поймали Вингу. Находит ее сейчас Мадара, помогает тюмейт, сбирает фраг. Maybe next time. И два саппорта, 30 секунд, просят таверни, у которых нету боебеков. И это как раз последняя вышка, которая сейчас на карте падет. И, возможно, подход к хайграунду прямо вот так вот с полужару после убийства Рошана. Все есть, ничего существенного не потратили. Вперед. Да, и линии сильно не отпушены к Айпе. Если бы у вас какая-то угроза была под Т2, например, извините, да, то можно было бы и отступить, попробовать ее защитить. Но линии все... Центральная линия за рекой. Вега протолкнула ее заранее. Нижняя линия тоже пока не пушится. Немножко оттолкнул криповку Ускар. Поэтому вы можете заходить на хайграунд смело. У Мадары откатилась Линкенсфера после того, как Винга ее сбила. У Мадары также есть Айгис. Поэтому можно чуть ли не фронтлейном идти танковать. И после этого инициировать заново драку. Пока просто пропушили, стянули соперника к себе на базу. И я смотрю, рисуют свой дополнительный лес. Там что-то нарисовал Бистмастер. Ну, как что-то нарисовал. Не подумайте, прям если вы слушаете стрима, не смотрите, что он прям что-то нарисовал. Это какой-то обычный круг. Да, это, возможно, смайлик, но который понятен только внутри команды. У нас все замечательно. Мы ведем 10 тысяч золота. У нас огромный трек по фрагам. Пойдемте постоим под секретшопом, потусуемся. Он показывает, мол, закупаемся парни. Денег вообще дофига. Так вот у Лины БКБ появилось. То есть ТБ с Андером не страшно отныне копья. Хускар в целом не должен стать проблемой. Огромный плюс станы и прочая ерунда отныне. Не опасный морфлинг. С Эггисом у него две жизни. Он просто может выигрывать массу времени и стараться как раз размениваться в скиллы противника, напирая первым. Что тоже здорово. Аппарату где-то бы стать просто подальше сзади. Хороший ульт закинуть. И вот он уже фактически 90% своей работы сделал. Не знаю, увидел ты или нет, Каипи только что прожали Смоук. И Лина, во-первых, сразу же спалила этот Смоук Хускаром. Потом подвели иллюзию Террор Блейда туда же. В Смоке Лина ее спалила. И все знают, что там есть Смоук. То есть все готовы драться. Айс Бласт использован был. Фоллс Промис уже был потрачен. ТБ с БКБ начинает сражение. Успел нажать Сандер. Мадара успел отойти. Сворвал, кстати, облик Террор Блейда. Сам также метаморфозу прожал. И начинает сражение. Как насчет попытки забрать сейчас Хускара на него? Внимание, парни не обращали. И, наоборот, под БКБ все-таки отправляется в таверну. Теряет двух игроков уже в ЕГ. Забирает сами троих Хускара. Ох, победит. Ну, успел отбежать. И Бон Севен, видимо, финальным фрагом в этом сражении также окажется. Ну, подумаешь, потеряли Лину. Я, кстати, вот, судя по звуку, кажется, был съеден и сыр. Этого не хватило. Ну, и Тускара саппорта. При этом четыре героя в таверне. И Айгис не потрачен морфом. Главное, нелепо, чтобы где-то какой-то крип на ОХП не украл. А теперь, да, к вопросу драфтов. Оправдан, не оправдан ли был аппарат в этой драке? Аппарат делает трипл килл. Трипл килл. Ни много, ни мало. Пятерка, которая, по сути, ничего вообще не должна была иметь в этой игре. Помогать в файтах. А при этом игрок уже обладает третьим снизу Нетворсом. Самый, ну, богаче, по крайней мере, саппортов команды Каипи. Все складывается хорошо для Вега. Ну, исполнение от Мадары реально круто. Единственное, что не нравится, это дизарм Мадаре. Ну, всегда есть вейформ. Можно превратиться в Кускара, продолжить урон. Забирают в очередной раз люфта. Флэш тоже не уйдет. Еще один удар от Мадары летит сюда Трэрблейд. Вот сейчас посмотрим битву тяжеловесов. Линка сейчас восстановится у Мадары. Поэтому бояться чего-то особо не стоит. Вот, например, сейчас, да, был прыжок. И Мадара выживает, переживает ультимейт Мастермайда. Но Мадара опять будет дизармом. Перекачивается в силу. Мадара горит. Нельзя никак перекачиваться в агилити, потому что просто погибнет. Мадара все еще живет. И использует дизарм от Хусика. Только сейчас бивает Аегис. Расстреливает Чарли. У того есть ультимейт. Надо выдать хотя бы в какую-то цель ультимейт. Чарли просто отходит по Т4. Понимает, что выдаст ультимейт. Все равно в окружении пяти героев окажется. Люфт снова в таверну. Ну, Трэрблейд засолил свой ультимейт. Отнес его под фонтан. Может, там попробует использовать. Ну, здесь Т4 трон. Или более своего варианта бить в стороны. Не знаю, мне в этой драке, если честно, у меня мурашки по коже пролетели с момента, когда Мадара играл ультимейтом. И на ОХП успел обернуться обратно в, собственно говоря, самого себя. И продолжить это сражение и провести его настолько эффективно, что, возможно, в его венах просто течет концентрированная соляра. Это даже не кровь. Это, возможно, не человек. И вот мне нравится, что это какая-то вот отголоски белого величия. Потому что ранее тоже многие очень отмечали, что потенциально это крайне хороший кэрри. И вот сейчас мы можем наглядно в этом убедиться. А он, по-моему, он команду Ньюби хоронил. Кажется, да, Ньюби. Грозные Ньюби на тот момент. Он их хоронил на Морфе. Это вот шикарная вторая карта. Они 2-0 их обыграли. Когда на Шейкере в невидимости МНТ там заходил, чудеса какие-то творил на базе Мадара. Мадара очень много играл на Морфе. Еще когда другой был, ну, немножко другой вариант Морфа. И тем не менее, опыта игры на этом персонаже у него немереное количество. Это неудивительно. Но и Мадара показывает хороший уровень. Честно говоря, Каипи пока похоже, что просто доигрывают игру. Вот они как-то со стадии лейнинга потерялись по матчу. Не было каких-то вразумительных выходов. Единственная драка в центре. Когда что-то можно было перевернуть. Они отдали всех Рошанов. Они теряли сторону за стороной. И каждый файт, который начинали, они проигрывали. Да, без энтузиазма. То есть подошли сейчас к игре. Точнее, наверное, к продолжению ее с какой-либо стадии. Да, вот тут был у нас интересный такой птиц. Как ее Букля зовут, по-моему? Я не в курсе. Это, возможно, Каспер успел дать ей просто. Это Каспер, да, он фанат Гарри Поттеров. Точно, точно. По-моему, Букля ее зовут. Для меня это просто Белый Бро. Белый Бро. Хорошо. Бронь, Бронь. Что ж, продолжаем смотреть за тем, что у нас происходит на карте. Как развиваются дальнейшие события. Если честно, еще одна точная атака в исполнении Веги. И я думаю, что можно будет ждать конечной. Но, то есть, может быть, игра еще продлится какое-то время. Успеет ТБ купить свой Скадзи. И, глядишь, появится у Нейчерс Профита Хекс. Но тут, конечно, нужно краешком глаза глянуть на Нетворса и посмотреть, а близок ли он к этому состоянию вообще. Или ждать еще придется очень долго. Но графики четко показывают, что Вега, как начала, удачно вот с... Нашла какой-то ключ, да, к разгадке того, как побороть Кайпи. Так, в общем-то, его и не теряла на протяжении этого вот долгого пути. Хотя он не столь долгий. Хорошая из Блаз, как мне кажется, два Кургера как раз попали под дебаф. И тут непонятно. Может, даже, может быть, три? Нет. Оракл, не могу понять, сдалека зрение подводит. Да, интересно, вот Дота Баф нам говорит о том, что у Силы Тьмы явно шансов на победу в этой карте побольше. А где-то 98%, если быть точным. Шанс есть всегда. Да, да, но 2% тоже шанс. Что у нас тут? Попытка размять немножечко Хускара. Стояли его потратить. Блэк Кингбард. Хускар, в этом, Сноуболом. У нас также сражение между Мадарой в БКБ и Террблейдом в БКБ. Кто же, кажется, сильнее сейчас узнаем. Фаллс Промисса более не будет. Изрел Блэйд. И нет, все-таки вот он Фаллс Промисса. А то Оракл успевает наобложить буквально в последний момент. Правда, в это время Мадара делает фраг, забирает на их же с профита. Сам остается на ЛУХП, плюс под дизармом. Откидывается адаптив страйком. И остается жить. Четверых игроков Кайпи уже потеряли. И последним у нас должен стать именно Мастермайн. Вокружает вся команда. Вешает у него, кажется, урну. Он откидывается дизармом после. Но, опять же, изрел Блэйд. Адаптив страйк. Бить он пока никого не может. Только сейчас получает шанс. Вешает дизарм. Играет армалетом. Делает фраг. Но отправляет сверну за своими тиммейтами. Это пятый фраг. Это тимвайп исполнения Веги Сквадрон. Трипл килл для мейджа на линии. Бон Севен. Каждую драку проводит. Вот мем на... Вот этот мем есть. Можно я уже пойду? Вот что-то похожее получается. Вот серьезно он подходит. Он получает рефлекшн от Марфа. И его собственная иллюзия пинает. И он кроме как спруты выдавать не выходит. Герой просто выпал. И мои опасения, которые я высказывал тебе еще во время работы студии аналитики, что редко мы наблюдаем нэйдж профита в современной доте, который не проигрывает линию. Они полностью оправдались. Где вот эта... Где славная фраза? Фурион по фарму чемпион. Вообще ничего. Фурион по фарму бомж. Вот реально перефразируя классику, можно так сказать. Так, ну что. Опять же заход от Веги на ХГ падает. Т3, ТБ спамит иллюзией. Даже не иллюзиями. Потратили пока кайпиглиф. Ну что ж, не остановит это явно Вегу. Опять облик Террорблейда Умадары. Погнали бить бараки. Линку сбил Карца Бон Севен. Ну, Сор сразу вешается бестмайстером на Марфа. Вот такие иллюзии угрозы не представляют. Ну а сами герои кайпи просто боятся к Марфу подходить, зная, что у него есть вот поддержка в виде его тиммейтов за спиной. Ребята так отошли, мол, надо сейвово играть. Т3 забрали, давайте отойдем. Ну а вдруг, ну а вдруг. Ну тут 22 тысячи перефарма. Тут все ресурсы в руках Вега-сквадрон. Закрывают мастер-майнда. Ну мы видели, как долго его били. Как много надо потратить на Хусика. Поэтому первой целью сбирать Хускара вряд ли есть смысл. Прошлая драка, она была прям такой каноничной. Забрали всех, потом на пятерых разобрали Хускара. Сначала справились с основными целями, типа Бон Севена. А сначала, да, конечно, с Террорблейдом. Это даже было очень похоже на то, что это выверенный сценарий от Веги. В том плане, что они узнают, что Хускара лучше бить вообще последним и не ворочить голову. Хороший рецепт. Это он же под Ораклом, тем более. Пока вы не убили Оракла, вы на Хусика можете все потратить. А Хускар выйдет с нормальным показателем ХП и вас просто расстреляет. Мастер-майнд прыгает на Мадару, сбивает Линкен Сферу. Больше сделать ничего не получилось. Ну пока дефают, но опять же падают. Две катапульты стоят, бьют последний барак. Мастер-майнд. Вот, пожалуйста, под Ораклом. Живой тому пример. Всадили в него все, что было. Мастер-майнд с фулл ХП. Ай, падает, 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 падает Боун Севен. Возвращается в драку Мадара. Превращается, прожимает точнее БКБ, пока ни в кого не превратился. Расстреливает Боун Севена. Боун Севен после байбека снова отправляется в таверну. Я не могу в это поверить. И Хускар тоже отправляется в таверну. Еще один фраг сделали. Maybe next time погибает. Хускар тут же выкупается. Идут заканчивать игру. Это уже видно. Есть планы Мадара. Куражится на базе. Трипл килл делает. Бьен Гадлайк. Нечем сбить стрики. Нет героя, который сейчас закрывал бы Мадару. Не получается. Тут заклинания. Все доджатся Линкен Сферы. Сам Мадара прекрасно играет своим ультимейтом. И уходит. Забрали все бараки. Сделали мега крипов. Вверху крипчики подпушивают линию. Превращается Мадара в Террор Блейд и дает рефлекшн. Драться становится еще более некомфортно команде Каипе. Падает Мастер-майнд. У него был выкуп не так давно сделан. Ну и падает вся команда. 15 это, как все тот же Роман Лепехин говорит, деклассирование. Иначе не могу сказать. Ну оправдали полностью свои кефчики. Все закономерно.